итак, вот я прошлась, главное чтобы у вас было как можно ровнее все это соединено и вот последняя у меня здесь до рукава, теперь здесь можно будет, если у вас больший размер и вы хотите более свободно сделать кофточку нижней части то можно здесь сделать больше воздушных петель на то количество узоров, которые вы хотите добавить но я здесь 5 воздушных петель оставлю и теперь, теперь перехожу, это у меня будет уже рукавчик, и перехожу к соединению уже на другую часть кофточки и также буду вязать воздушные петельки, арочки делать на другой части кофточки, здесь переда спинки нет, поэтому в принципе как назвать каждую часть не важно 1, 2, 3, 4, 5, и продолжаем соединение так, соединила и идем здесь, следующая арка так, что получилось, вот я видите линию рукавчика наметила, соединила, вот у меня внутри будет это все и дальше идем опять же по нашей разметке до рукава, опять 5 воздушных петель и соединяем с началом вязания но здесь я вам покажу и дальше уже пойдем на рисунок и так как я другую сторону также прошла и опять же после последней отметки 5 воздушных петель и соединяем с началом нашего вязания там где мы делали соединение первоначально наши воздушные петельки соединяем соединительной петелькой и здесь вот можно перейти и вязать уже узор так, давайте я вам еще покажу, что у нас должно получиться вот наша ширина кофточки как я сказала, она будет свободного покроя как бы складками будет идти вниз если вы хотите в обтяжку, можете убрать по одному мотивчику и сделать вот это соединение чуть уже ну а то что рукавчик пошире будет, ничего в этом страшного нет, оно как крылышко свободного покроя будет идти вот и теперь мы начнем вязать по кругу узорчик узор можно здесь в нижней части вязать абсолютно любой прямое полотно, можно теми же ананасами вязать в общем я возьму самый простой узор, здесь в принципе самая красота это вот верхняя часть нижнюю часть мы будем вязать простеньким узором и так здесь я соединила, поднялась на 2 воздушные петельки и вяжем из арочки раз два два столбика и три воздушные петли сюда же еще три столбика вяжем как я сказала, берем самый простой узор, но вы можете взять любой другой вот такой вот элемент у нас будет повторяться теперь раз два три воздушные петли в следующую арку просто соединяем опять три воздушные петли и в следующей арке будем повторять вот этот элемент то что мы вязали три столбика раз два три три воздушные петли и три столбика сюда же раз два три три воздушные петли в следующую арочку просто соединяем столбик без накида так вяжем по кругу до конца ряда так закончила я ряд здесь у меня не поместилось еще один такой вот элемент но в принципе можно и так вот сделать но можно даже немножко подтянуть, здесь у меня один элемент и я под проймой сделаю соединение и еще три воздушные петли здесь можно подогнать узорчик немножко если вдруг не хватает арочек и теперь соединяем с началом вязания соединительной петелькой и перейдем вот к этой части мне нужно в середочку перейти опять же соединительными петельками раз и в арку перейду поднимаемся на две воздушные петли и опять же этот элемент вяжем, он будет повторяться в каждом ряду то есть два столбика, три воздушные петли и сюда же три столбика раз два три и теперь раз два три четыре пять воздушных петель и вяжем следующий элемент раз два три и три воздушные петли и сюда же еще три столбика и пять пять воздушных петель вот будем вязать вот таким вот образом, чередуя первый ряд и второй ряд то есть в следующем ряду повторять будете вот этот, соединяя три воздушные петли с арочкой вот так вот можно вязать на любую длину если это тунецка то подлиннее, если кофточка то покороче можно и как платье его связать вообще длинная ну там уже вы смотрите что именно вы будете вязать так вот вяжем дальше и так я связала нижнюю часть вы можете любую длину вязать, но у меня нитки мало поэтому я чуть короче сделала и у меня здесь вот таких вот полных элементов здесь половинка а полных элементов раз два три четыре пять шесть семь восемь и еще не полностью узор и теперь будем вязать нижнюю часть вот этот ананасик я внизу решила связать и начнем его вот с этого ряда вот этот ряд идет так что у нас тут давайте я вам покажу как я буду начинать вязать а дальше мы уже сами так заканчиваем так делаем переход первый вот этот элемент у нас будет неизменный мы его не будем менять а сам ананасик будем уже между этими элементами вводить этот элемент мы свяжем теперь раз два три четыре воздушные петли и вот здесь вот начинаем как там я показывала вам пять столбик пять или четыре столбика как вы там вязали я на четыре перешла потому что экономили ниточку поэтому здесь свяжу четыре столбика теперь три воздушные петли вот как мы вязали на ананасике в начале точно так же и вяжем раз два три и здесь четыре или пять столбиков раз два три и здесь четыре воздушные петли и опять повторяем этот элемент он у нас без изменений раз два три и здесь воздушные петли раз два три и здесь воздушные петли и здесь воздушные петли теперь давайте я вам расскажу что у вас там должно быть где изменения вот смотрите вот у нас пошел ананасик вот он мы его связали да раз три воздушные и так далее затем следующий пойдет там у нас было пять или шесть да воздушных и дальше переходите на вот ножку просто можете перемотать и так далее а вот эта вот часть у нас вот эта вот часть она заменяет вот это разделение у нас будет вязать пока ананасик будет расширяться вы его прямо будете вязать просто прямо вяжите несколько рядов до того момента как у вас подойдете вот к этому ряду где у нас сужаться начинает ананасик и появляется вот этот элемент вот там уже переходите на сеточку и так далее то есть повторяйте узор дальше я вам свяжу и вы уже наглядно увидите как это будет смотреться то есть повторяем вот эту часть здесь можно конечно вместо вот этого элемента если вам трудно будет разобраться вы можете начинать давайте сейчас посмотрим где у нас начинается вот этот узорчик здесь у нас ну здесь у нас заканчивался ананас поэтому вы можете его вот так и оставить как я вам показала а вот со следующего ряда со следующего вот так вот 3 арочки и дальше просто по самому уроку дальше вязать так в принципе можно и так то есть вот следующий ряд у вас будет следующий ряд ряд у вас будет вот здесь вот 3 арочки как я там показывала вот со следующего ряда можно его вязать и дальше просто переходите на нижний узор без изменений и так вот я связала нижний ананасик и добавила еще один ряд здесь вот смотрите чем он отличается я просто продолжила вязать уменьшая расстояние между этими элементами ананаса то есть здесь вот у нас расширяется эта сеточка а вот здесь вот 4 столбика и 3 воздушные петли соединила вот последний элемент ананаса можно будет чуть-чуть хочу удлинить можно будет так связать и следующий ряд я вам сейчас покажу как его связать следующий ряд мы еще добавляем 1 2 ряда для того чтобы у меня был законченный вид ананаса так вот я соединила поднялась на 2 воздушные петли и вяжем здесь 3 столбика и саму сетку продолжаю вязать она у меня расширяется так вот сеточку я связала и теперь вот я просто соединю два элемента в один и смотрите как свяжу один столбик накид сделаем я видите не до конца его связала и вторую возьму со второго элемента и потом уже все вместе и закончила и дальше опять сеточка получится как бы законченный ананасик мы закрыли и полностью уже сеточка соединилась друг с другом здесь уже можно продолжить вязание каймы как вы вязали наверху но возможно я сейчас подумаю и может быть еще добавлю какой-то элемент но я вам это покажу так я закончила низ я все-таки оставила то что мы делали на кокетке единственное что я удлинила вот эту цепочку из воздушных петель здесь я 5 сделала 5 воздушных петель так ну и теперь осталось отделать горловину чтобы у нас было более законченный вид и начинаем начинаем обвязку где-то в принципе совершенно не важно с какой стороны будем делать возьмем самую простенькую обвязку ведем в работу ниточку и простенькая здесь можно выбирать тоже но я не хочу сильно такую широкую делать или сложную обвязку поднимаемся на 3 воздушные петли и в то же отверстие вяжем 2 столбика с накидом 1 2 и примерно через 2 петельки основания соединяем опять раз два три в основание 2 столбика и соединяем через 2 петельки вот такую простую обвязку делаем по линии горловины и так я закончила у меня получилась такая отделка по линии горловины и все на этом мы закончили вязать кофточку или тунечку можно по разному ее назвать надеюсь вам был понятен урок и надеюсь у вас все получилось если у вас возникают какие то вопросы пишите эти вопросы под видео в открытом обсуждении я постараюсь ответить не всегда удается потому что сообщений бывает очень много поэтому если накопятся какие то вопросы именно по одной какой то теме или по одному какому то моменту то я возможно буду записывать дополнительные видео чтобы не отвечать каждому так мне будет легче иначе никак не получается вот и до свидания до следующих встреч и конечно же если вам понравилось видео делитесь с друзьями ставьте лайки добавляйте ролики себе это не возбраняется просто скопируйте адрес ролика и добавляйте себе на страничку и до свидания до следующих встреч